Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Преображение» в студии Анна Юрина. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. У православных христиан святочные дни. Церковь продолжает прославлять родившегося Христа добрыми делами. Рождественская радость для самых маленьких. Подарки юным воспитанникам детского приюта привез митрополит Григорий. Правящий архиерей осветил новый кризисный центр для женщин «Надежда». В этом году Рождество Христово праздновали в необычных условиях. Из-за непростой эпидемиологической ситуации число прихожан в храмах пришлось сократить. Смотрим репортаж из Свято-Симеоновского кафедрального собора. На протяжении уже более двух тысяч лет в эти святые дни Церковь празднует Рождество Господа Иисуса Христа, возвещая всей земле о Боговоплощении, великом чуде, изменившем весь мир. Для православных христиан Рождество Христово всегда было одним из самых важных, радостных и долгожданных дней в году. Христос, родившийся на земле ради нашего спасения, с этого момента близок к каждому человеку. Он всегда рядом, всегда готов помочь и всегда ждет от людей твердой веры, покаяния и любви. По традиции, к празднику Рождества Христова главный собор Челябинской епархии был благоукрашен. Переливались огнями елочки, иконы на стенах обрамляли еловые ветви. А во дворе собора по традиции установили вертеп, как напоминание о Вифлеемской пещере, в которой родился Богомладенец Христос. В этом году ночное рождественское богослужение отличалось от предыдущих. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса число прихожан в храме было ограничено. Но многие южноуральцы смогли присоединиться к молитве через прямую трансляцию, почувствовать радость и торжественность литургии. Сейчас начинаются святые дни, святки. Именно так они именуются у нас. В эти дни мы, православные христиане, чувствуем особую близость к нам Бога, особую Его любовь. Будем использовать эту возможность. Будем молить нашего всемилостивого Бога, чтобы Он своей силою прекратил то поветрие, от которого сейчас многие страдают. Помог исцелиться тем, кто заболел. Дал силы нашим врачам и медицинским работникам, которые сейчас трудятся в больницах. Помолимся о мире всего мира. Помолимся о том, чтобы в наших семьях была любовь и согласие. Чтобы Господь оградил нас от всякого зла. Помощи вам, Божьи, дорогие братья и сестры. Сил, здоровья и всего самого доброго. С праздником! С Рождеством Христовым! У православных христиан продолжаются святки. Это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня. Время, когда принято дарить подарки, совершать дела милосердия и устраивать для детей праздничные елки. 7 января в Челябинском театре оперы и балета состоялась традиционная рождественская елка. Маленьких южноуральцев с праздником Рождества Христова пришли поздравить митрополит Челябинский и Миасский Григорий и глава региона Алексей Текслер. В этом году торжественный прием прошел в весьма необычных условиях. Без праздничного хоровода у елки и занимательных конкурсов в фойе театра. В связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией на празднике соблюдались все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. На входе всем приглашенным проверяли температуру и обрабатывали одежду и руки специальным антибактериальным раствором. А в зале юных гостей рассаживали через одного, чтобы выдержать достаточную дистанцию. Однако главные составляющие праздника остались неизменными. Ребята посмотрели увлекательный спектакль «12 месяцев» и получили вместительные наборы с подарками. Начиная с Рождества Христова начались так называемые святки. Святые дни, когда мы прославляем Христа, пришедшего в этот мир. Все вселенные ликуют. Дети по традиции получают много подарков. И то представление, которое сегодня для них организовано, тоже является продолжением наших русских православных рождественских традиций. Приглашение на ежегодный рождественский праздник получают юные жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сироты и оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды, ребята из малоимущих и неполных семей. А также дети погибших военнослужащих. Это традиционная рождественская елка, которая проводится уже более 10 лет в нашей Челябинской области. Губернаторская рождественская елка проходит для детей, нуждающихся в поддержке, скажем так. Традиционно 6 тысяч детей ежегодно принимают участие. Елка проходит не только здесь. Она проходила раньше в 8 муниципалитетах, куда приезжали наши дети с соседних муниципалитетов. В этом году она пройдет в каждом муниципалитете. То есть вместо 8 будет 43. В рамках ежегодной рождественской елки губернатор Алексей Текслер и митрополит Григорий наградили победителей литературного конкурса «Рождественская сказка». Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом и со светлым праздником Рождества Христова. Я очень рад видеть вас сегодня и приветствовать здесь, на нашей рождественской елке. Новогодние рождественские праздники всегда самые яркие, всегда самые долгожданные. Мы верим в чудо, верим в исполнение наших желаний. Уверен, что следующий год будет для всех, для нас самым лучшим. Очень желаю, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы. Чтобы все, что вы делали, обязательно было хорошо, результативно. Очень нужно стараться, уверен, что так и будет. С Новым годом, с Рождеством. С 7 по 14 января такие рождественские губернаторские елки будут организованы во всех муниципальных образованиях области. Праздничные мероприятия посетят более 6 тысяч человек. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В святочные дни митрополит Григорий посетил приют для детей и подростков Возрождения, чтобы поздравить его воспитанников с праздником Рождества Христова и подарить подарки. В приюте Возрождения, расположенном в Калининском районе Челябинска, проживают дети с 3 до 18 лет. Несмотря на все трудности, здесь всегда царит семейная атмосфера. Ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации, находят любовь, заботу и тепло. Уже много лет приют духовно окормляет клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора, протеерей Ярослав Мишустин. Ему помогают социальный работник храма Ольга Воронкова и волонтеры. И дети, и сотрудники всегда их очень ждут. Самое главное, это когда к нам приходит отец Ярослав, когда они проводят с ними беседы по профилактике трудной жизненной ситуации, по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. А особенно очень душевно проходят встречи, когда он рассказывает про семьи, про то, что нужно беречь и узнавать свою семью изнутри. А самое главное, у нас еще к первому сентября у нас всегда традиция. Они приходят и благословляют наших ребят на хорошее обучение в школе, в техникумах. У нас проходят различные экскурсии. Свято-Симеоновский собор организовывали нам экскурсии по храмам, которые находятся на территории Челябинской. Визит правящего архиерея в приют возрождения состоялся впервые. Митрополит Григорий поздравил ребят и сотрудников с праздником Рождества Христова и подарил новый ноутбук, который им нужен для работы и проведения праздников, а также сладкие подарки. Владыка отметил особую важность труда всех сотрудников приюта, пожелал им Божьей помощи, сил и неиссякаемой любви к детям и своему делу, а детишкам послушания и успехов в учебе. В этот радостный для всех нас день я желаю вам сил, здоровья, чтобы вы росли добрыми, крепкими, красивыми детьми. Слушайте своих наставников, растите, учитесь. Пускай у вас будут очень хорошие успехи в учебе, чтобы вы стали достойными гражданами нашего государства. Молюсь за всех за вас, чтобы Господь вас хранил, благословил и не оставил без своей сесильной помощи. Ребята также не оставили долгожданного гостя без поздравления и подарков. Они подготовили для Владыки творческие выступления и преподнесли поделки, сделанные своими руками. После концерта для митрополита Григория была проведена экскурсия по приюту. Владыка зашел в каждую группу и еще раз пообщался с ребятами. Эта теплая встреча стала настоящей рождественской радостью для всех. Дети горячо поблагодарили Владыку и пригласили приходить к ним чаще. В Челябинской епархии открылся еще один кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он получил название «Надежда». Приют для мам был организован сельским приходом. На территории Свято-Троицкого храма села Долго-Деревенское Сосновского района открылся первый в Челябинской епархии стационарный приют для беременных женщин и женщин с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Здание кризисного центра, который получил название «Надежда», осветил митрополит Челябинский имяский Григорий. Владыка сердечно поблагодарил всех, кто помогал в создании приюта в его обустройстве. «Церковь призывает нас, православных христиан, не только проповедовать Слово Божие, не только призывать людей к исполнению заповедей христовых, но еще своими делами свидетельствовать о своей вере. Согласно Священному Писанию, в образе человека, испытывающего нужду и встречающегося на нашем жизненном пути, мы должны видеть самого Господа нашего Иисуса Христа и помнить о том, что нельзя любить Бога и при этом не любить своего ближнего». Митрополит Григорий выразил надежду на то, что открытие кризисного центра для беременных женщин, для женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, станет примером для других приходов Челябинской епархии и общественных организаций. «Для нас это очень важное, социально значимое событие. Я знаю, во многих городах нашей страны появились уже такие приюты, и вот в нашей области, благодаря Челябинской епархии, появилось еще одно такое место, куда женщины могут прийти со своей бедой, со своими проблемами, и получить здесь крышу над головой, здесь будет им оказана квалифицированная помощь». Председатель собрания депутатов Сосновского района Галина Шихалева выразила готовность помогать в нуждах центра от всего руководства Сосновского района и для начала подарила мультиварку, которая обязательно пригодится в хозяйстве подопечных приюта. Митрополит Григорий совершил чин освящения кризисного центра «Надежда», окропил стены святой водой, а затем вместе с Галиной Шихалевой и настоятелем храма Святой Троицы Протеереем Георгием Артарьяном разрезал красную ленточку. Отец Георгий подчеркнул, что приют – это не просто кров. Здесь будет происходить социализация семьи. Подопечным помогут найти новые жизненные ориентиры. Женщины получат психологическую, юридическую и материальную поддержку. Православные консультанты противоабортной службы «Спасконсультирование», работающие в женских консультациях с Челябинской и его окрестностей, будут рассказывать женщинам, стоящим перед репродуктивным выбором, о возможности уйти из дома и проживать в комфортных условиях до разрешения конфликта. Зачастую муж или родители молодых женщин грозят выгнать из дома, если те решат рожать нежеланного ребенка. Теперь альтернатива в критической ситуации есть. Священник сельского храма сам это никогда не подтянет. У нас два психолога будет работать. У нас есть соглашения, подписанные с Центром «Семья» о совместном взаимодействии. У нас есть соглашения с районной администрацией, с соцслужбами. Это соглашения с Центром ВИЧ-СПИДа по оказанию помощи. Они нам давно оказывают помощь в профилактике, рискованном поведении подростков. Их специалисты тоже нужны, тоже необходимы. Вот такая совместная работа будет здесь продолжаться. Пять лет ушло на то, чтобы построить современное здание. Случались и простои в работе. Но благодаря победе в 2019 году в грантовом конкурсе «Православная инициатива соработничества» стройка была завершена к концу 2020 года. Сумма гранта составила 999 тысяч рублей. Эти деньги дали возможность подключить отопление, провести отделку дома красивыми материалами, оснастить его техникой и мебелью. В приюте три спальни, большая кухня-столовая и два санузла с душевыми. Строительство кризисного центра – заслуга многих людей. В основном прихожан храма Святой Троицы. Первые подопечные в нем должны появиться в ближайшие дни. На этом наша передача заканчивается. Я желаю вам всего доброго. С Рождеством Христовым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин